Сырная масса готовится под давлением в закрытом котле. Температура плавления от 85 до 92 градусов. Затем готовый продукт подается на фасовочные автоматы. Меньше десятка рабочих выполняют норму в 2-3 тонны сыра в день. Согласно рецептуре подбирается творог, сыр, масло сливочное, молоко сухое может быть, может быть сыворотка сухая. Плавленные сыры – только часть молочного ассортимента завода. Здесь производят кефир, сметану, мацони, кумыс, тан, айран и многое другое. В общей сложности 100 тонн продукции в день. За последние годы закуплено и установлено полсотни единиц технологического оборудования, в том числе 6 автоматизированных линий разлива цельномолочных продуктов в PET-бутылки. У нас в области не было производителя, который выпускал продукцию в PET-таре, то есть в бутылки никто продукции не выпускал. И вот для того, чтобы эту нишу закрыть, мы решили заниматься вот таким видом деятельности, который восполняет тот пробел, который оказался вакуум у нас был, областной нашей продукции. Продукция завода не раз отмечалась наградами самых престижных выставок. Это и «Золотая осень», и «Зеленая неделя» в Берлине. И вот предприятие прошло добровольную сертификацию качества «Сделано на Дону». Тут не обошлось без повышенного доверия проверяющих. Впервые производитель получил сертификат не на один, а сразу на два года. Но это не значит, что выдав сертификат и знак «Сделано на Дону» на два года, мы останавливаемся и, выражая полное доверие в течение двух лет, мы, естественно, будем проводить так называемый инспекционный контроль. Сертификацию прошли молоко, 2,5% жирности, 1% кефир, мацони и плавленый сыр донской янтарь. Сергей Мирошниченко, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.